ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лучшие в своем деле врачи, предприниматели, общественные деятели собрались в торжественной обстановке, чтобы подвести итоги года. Это пятая юбилейная премия профессионалы. Организатором традиционно стал журнал «Наш Тольятти» издательского дома «Руссо и Ко». Это важное мероприятие всегда поддерживает депутат Самарской губернской думы Владимир Бок. На мой взгляд, это очень важно, своевременно, потому что мы в канун Нового года чествуем тех, кто достиг определенных успехов. Каждый в своей области, каждый стал лучше в своей профессии. И, наверное, это очень важно, их отметить, чтобы не только они знали, что они лучшие, но и окружающий город должен знать своих героев. Лауреаты номинированы за профессионализм, за репутацию и доверие клиентов, за вклад в развитие города. Также отметили лучший бренд, медицинские центры, стоматологию и другие направления. Награды получили 26 номинантов. «Во-первых, собирают успешных предпринимателей. Мы знакомимся, показываем, рассказываем о своем бизнесе. Ну и вообще это очень интересно. Конечно, очень важно для региона такое событие. Во-первых, предприниматели могут, как, допустим, мы 25 лет занимаемся, а ведь пришли новички о себе заявить, которые тоже пользуются успехом, о которых мы не знаем. Это мероприятие, оно настолько мотивирует расти, развиваться. Мне, как руководителю, очень важно, что мои сотрудники, когда принимают в таких мероприятиях участие, это очень их, конечно, вдохновляет. Считаю, что такие премии нужны, особенно в нашу эпоху, когда женщина не только мама, прекрасная жена, но еще также может быть прекрасным руководителем, хорошо выглядеть, воспитывать детей, все успевать. И поэтому для нас это очень-очень приятно. Впервые была присуждена особенная номинация за доблесть и отвагу тем, кто сегодня защищает интересы нашей страны. Поэтому я благодарна, что люди делают такую опасную, такую нужную работу, ну, ни с кем пока. Как всегда, организаторы успешно справились с непростой задачей, выявили лучших из лучших в совершенно разных сферах. Тольятти поистине богат на талантливых и предприимчивых людей. Каждый из них внес большой вклад в развитие собственной деятельности и города в целом. А премия профессионала года вновь это подтверждает. Анна Слайковская, Андрей Костомахов, Новости Тольятти. 9 декабря с 9 до 13 часов во Дворце творчества детей и молодежи состоится единый консультационный день для участников СВО и членов их семей. На вопросы семей в инослужащих готовы ответить специалисты городской администрации, представители государственных социальных и правовых служб, медицинских учреждений, военных комиссариатов и социального фонда России. Также в мероприятии примет участие Государственный фонд поддержки участников СВО, защитники Отечества. Сила ветра, жажда скорости, адреналин. И все это на льду. В Тольятти пройдет первый национальный фестиваль Жигулевская миля. Для Самарской области Жигулевская миля 2024 станет уникальным событием и первым фестивалем скорости. До этого в регионе подобные мероприятия не проходили. Лед Куйбышевского водохранилища соберет обладателей различных автомобилей и мототехники, уникальных и необычных транспортных средств. В заездах смогут участвовать также транспортные средства, которые гощики сами оптимизируют для ледовых трасс. Отмечается, что отличительной чертой фестиваля станет трасса, равная длине конвейера завода Автоваза – 1433 метра. Понаблюдать за соревнованиями сможет каждый желающий с обновленной набережной Автозаводского района. Фестиваль Жигулевская миля пройдет с 7 по 11 февраля. Он продолжает традицию известного международного фестиваля скорости Байкальская миля, который проходит с 2019 года в Восточной Сибири на льду Байкала.